Московская область стала первой внедрившей горячее питание для школьников после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию в 2020 году. По инициативе губернатора Андрея Воробьёва в Подмосковье работает система контроля качества и доступности горячего питания в школах. У нас очень важно, чтобы в рационе были овощи, фрукты. От культуры питания очень много зависит в жизни. Питание должно быть вкусным и полезным. У нас очень широкий спектр поставщиков питания. Вся продукция на 90% производится в Подмосковье. Серьезное внимание на питание школьников обращают в Одинцовском округе. В 2022 году был создан проект «Доброе кафе», который позволил существенно улучшить качество школьных завтраков, обедов и полдников. На данный момент кабинет питания обслуживает все муниципальные школы. Мы каждый день практически с коллегами из «Доброго кафе» обсуждаем. И каждый день появляется какая-то новая идея, которая будет внедряться в нашей работе. Что-то мы всегда будем делать лучше. То уходим от посуды, рассматриваем подносы, то делаем красивые картинки, постеры, то будем разговаривать с детьми во время обеда о здоровом питании. И так далее, и так далее. Идей много, и нам как раз нужна такая обратная связь. Главная задача – обеспечить качественное питание в округе, которое будет устраивать всех – школьников, родителей и коллективы образовательных учреждений. В этом процессе важна обратная связь. Так, изменений уже коснулось школьное меню. Были добавлены сосиски, хлопья, а картофельные салаты заменили на овощные. Кроме того, при формировании меню учитываются рекомендации специалистов, врачей и диетологов. Есть какие-то замечания, изменения по меню или какие-то организационные вопросы. То есть это сразу здесь, сейчас и сегодня вопросы решаются. Это очень хорошо, мы этого очень долго ждали. В округе действуют федеральные и областные программы по получению льготного и бесплатного питания. Работает проект «Родительский контроль», в рамках которого общественники и родители могут прийти в школу, осмотреть пищеблок и попробовать еду, которую дают детям. Чтобы вывести наш комбинат на следующий уровень развития, нам снова, как и в тот момент, когда мы принимали это решение, нам нужно изучить, как я уже сказал, обратную связь, получить информацию от школьников, от родителей, от педагогов, посмотреть, что и где нужно улучшить, где мы, очевидно, там пока не дорабатываем. И эту задачу нужно ставить на ближайшее будущее. Опрос родителей по качеству питания в школах проходит на портале «Добродел» и на школьном портале. При появлении жалоб на вкус или качество продуктов Министерством образования Московской области проводится проверка. Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова